Этот подъездной путь ведет в село Соловьевку с момента его основания, а именно с 19 века здесь никогда не было освещения. Жители должны были добираться домой по памяти и на ощупь, но с недавних пор все изменилось. Здесь провели электричество и установили фонари. Наталья Персицкая переехала в село 4 года назад, когда женщина впервые прогулялась с мужем по мрачной улице, была расстроена. Было дискомфортно жителям ходить, особенно в вечернее, утреннее и зимнее время, так как не было освещения, плюс покрытие дорожное, которое грунтовое. И в мокрую погоду, естественно, ты даже идешь, когда не видишь, куда наступаешь. Мириться с неудобствами сельчане отказались. Долгое время обращались в Корсаковскую администрацию, писали жалобы и в областную столицу. Однако ответа не было. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только летом. Один из местных жителей сообщил губернатору Валерию Лимаренко о подъезде к бывшему военному городку. Павел Виталиевич, по этому вопросу ваш комментарий. Такая неприятная дорога действительно там. Мы до 30 июня осметим все виды работы и обязательно выполним и ремонт, и монтаж уличного освещения. По поручению главы региона в селе немедленно приступили к прокладыванию коммуникаций. Всего установили 40 светильников. Дорожники также отсыпали наиболее проблемные участки. В следующем году ремонтные работы продолжатся. В конце года ожидаем уже получить результаты проекта, который будет включать замену грунта, также оквечивание и водопроводные трубы. Сельчане шутят. Хуже, чем было, уже точно не станет. И поэтому ждут лишь улучшения условий проживания в своем селе.